Друзья, всем привет! Это будет топовый видос, в котором французским кроссоверам будет противостоять Нива. Поехали! Друзья, посмотрим, где еще можно встретить эти машины. Чаще всего, да и всегда их сравнивают на бездорожье, но нам пришло в голову, и, наверное, водителям этих машин сравнить их в гонке на 402 метра, потому что они не созданы гоняться там на длинные дистанции, да они не созданы гоняться на 402 метра, но нам пришло в голову. А как это вообще началось? Водитель Дастера одного пишет мне вконтакте, кстати, моя страничка вконтакте в описании к этому видео. Хочу заехать и проверить, какой Дастера будет быстрее, дизельный или бензиновый. Я говорю, ладно, блин, но думаю, этот заезд особо никому не будет интереснее. Тут мне звонит владелец баклажанного Нива, который постоянно у нас катается на оффроуде. Тихо, ебать! Кирилл, не надо, потому что под мотор вода полилась. Назад, давай! Колеса просто нет. Вся скрылась в грязи. Кстати, вот с ним вообще проблем нет. Если я организовываю оффроуд, в первых рядах мне пишут, то есть меня забивай, я еду. И тут он мне пишет, Серега, хочу там поучаствовать в тебе в видео. Я думаю, ну если я буду организовывать оффроуд, я думаю, ты узнаешь, я тебе первому сообщу. Нет, ты меня неправильно понял. Хочу поучаствовать в гонке. На Ниве в гонке. Ладно, да там и на Рено Дастер увидеть на гонках, это для меня вообще непонятно. И тут я ему пишу, есть конкуренты, Рено Дастер. Он говорит, ладно, поехали. Избиение младенца, так избиение младенца. Я думаю, так все просто не будет. Это тоже не спорткары. Они вообще созданы машины кататься. Ну можно проехаться по асфальту. Свернул на бездорожье и поехал бомбить. Первый соперник для Нивы. Рено Дастер. 2 литра, 143 лошадиные силы, крутящий, 190. Вес машины то на 400. Она в максимальной практически комплектации на 4-ступенчатой коробке. Автомат, вот это огромный минус. Вот этой машиной была бы коробка автомат. Здесь чуть поумнее. Она, мне кажется, ехала бы чуть побыстрее. И именно на такую точно машину я снимал, наверное, год назад обзор. Полноценный тест-драйв. Я знаю примерно, как едет эта машина. Ну, на 140 сил едет для 4-ступенчатой коробки автомат. Следующий соперник это Рено Дастер дизельный. 1,5 литра, 109 лошадиных сил и крутящий составляет 240. Больше кардинально, чем даже в 2-литровом атмосфернике установлена механическая коробка переключения передач. Короткие очень передачи. Это минус. И минус в том, что нужно уметь ездить на механической коробке. Я думаю, вы из видео увидели. Если здесь проморгал старт, тем более мы едем всего лишь на 402 метра, то все, будет проигрыш. Вес машины тоже плюс-минус тонна 400. И баклажановая Нива. 1,7 литра. 83 лошадиные силы, крутящий 129. Мотору, наверное, этому уже 40 лет в проектировании. И не хотят обновлять. Совсем недавно новости были. Сказали, мы не будем обновлять мотор. Потому что он прям, ну, так супер сбалансирован до этой машины. То есть, ну, лучше для этой тачки не придумать. И сегодня данная Нива, кстати, вес машины тонна 280. На 120 кг разница весит не так много, но и по мощности. Например, с 2-литровым в 2 раза разница в мощности. Здесь и сейчас данная Нива сойдется в гонки по прямой с кроссоверами от Рено. Начинаем! Друзья, ну а если вы решили купить себе новый автомобиль, хочу пригодовать вам проверенный сервис Автоспот, в котором вы можете найти любой автомобиль по самой выгодной для вас цене. Большое преимущество в том, что вам не нужно объезжать полгорода или ехать в соседний регион. Просто переходите на сайт и выбирайте понравившийся вам автомобиль по самой выгодной для вас цене. И оставляйте заявку. С вами связывается клиентская служба, которая напрямую отправляет запрос дилеру. Ну а если вы не собираетесь покупать автомобиль в ближайшее время, но интересуетесь тест-здравыми обзорами и исследованиями про авто, хочу порекондовать вам блог компании Автоспот, в котором вы все это найдете. Автоспот гарантия того, что вас не занесет к мошенникам влево салон. Ссылочку я оставлю в описании. Что думаешь? Ниву проедешь? Да. 100%? Да. Какой будет разрыв? Корпуса 2-3. Корпуса 2-3. Ну а как? Ее будешь обгонять или сразу уйдешь? Она сначала уйдет, прыгнет от меня. Потом будешь обгонять, да? Потом догоню ее и перегоню. Я понял, понял. Готов? Да. Раз, два, три. Доброй, байки, байки. Слушай, ручаем очень сильно. После этого резко она просела. Ну, корпуса 4, наверное, Дастер привез. Ну, я так и думал. Очень сильно. Поначалу он со мной, ну, за костью все-таки сможет. Очень сильно уехать. Прям вообще. Давай, раз, два, три. На переключениях он вырвался сразу. И уходит. Ну, примерно 100 корпусов на финише привез. Надо дизелька вызывать. Да. Но дизель так же, как и Нива. Он меня поначалу порвет. Ну, хотя фиг знает, фиг знает. Потом он должен уехать? Да. А я с ним уже заезжал. С места? Нет, не с места по трассе. Он где-то до 160 от меня уходит. Может, до 105. Так, сейчас поехать за Дастером, затем. Ну, хотя не факт. Может, он от меня уйдет. Тут может прямой не хватить, да? Ну, у вас время примерно одинаково, да? Ну, у меня, у него 12,4, у меня 12,5. Была механика, конечно, было быстрее у меня. Ну, это понятно. Ну, у него крутящие, а у тебя лошадиные силы. У него 240, да. Вот сейчас поймешь, что побеждает заезды. Крутящие? Крутящие, я это всегда знал. То есть, крутящие побеждает. А если ты сейчас его обгонишь, то не крутящие. Ну. Так, мы с двух педалей поехали. Блядь. Не воткнул, да? Кулис сломал. Я кулис сломал. Скрепление, может, слетело? Или думаешь, вообще отломилось? Ну, вы знаете. Ну, подними, посмотри. Да я хуй знаю, как сломать. Она вообще, видишь, не ходит. Вот эту хуйнюшку можно задирать. Теперь, блядь, как его разобрать? Телефон уже. Пиздец. Так, подожди, я не звоню. Чё? Кулис сломал. Кого? Кулис. Пипец. Ну, как? Как ты так делаешь? Да вот так, первая, вторая не пошла, третья в ТК и всё, передача улетела. И что значит, подожди, кулис сломал? Да вот, может, она слетела. Ну, короче, вот так всё, болтается, рычаг. Чё у нас подача сейчас будет? Да, еще реально не по-детски, походу. Да я первый, а второй сломал. Вот, если честно, я всю жизнь думал, Рено вообще не ломается, тимулидаст. Вот, честно. Всем всегда говорил. Он просто не вылетел, не знаю, ну, смотри. Передача втокнута. Ну, включена. Просто в Рено не думали, что он будет участвовать в гонке на 42 метра стоп. Да. Друзья, я говорил, будет топ заезд, но это реально топ заезд. Я в шоке от этих движений. Сука, дастер сломали, дастер сломали. У меня нет слова, я в шоке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну, я не знаю, сейчас будем что-то чинить, но пока вот так. Вы видели то, что Niva упирается с места, но потом какой-то провал, и вот, ну, сегодня 2 литра, что-то сравнивать, 60 лошадных сил разница. А потом вот 60, 70, 80, и прямо вот дастер двухлитровый автомат уходит. И на этом старте я думал, что дизель выпрыгнет. Нет, так не получилось, потому что мы поехали с двух педалей. Водитель двухлитрового читерит, говорит, я не съезжу с двух педалей. Кстати, на замере он не поехал с двух педалей. А сейчас рубанул, но не знаю. Будем пытаться ремонтировать. Что тут ремонтировать, я не знаю. Сейчас где-то во Франции у разработчика Renault Duster ёкнуло в сердце. Разлетелась в России ещё одна коробка передач на Renault Duster. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем пока!